Второй этаж, навес, опека. В футболе эти слова приобретают совсем иной смысл. Умелый футболист даже в одиночку способен обыграть нескольких соперников, отдать точный пас и забить гол. Этот турнир по мини-футболу – финал ежегодной спартакиады среди студентов Бобруйска. Соревнования стартовали еще в сентябре и на протяжении всего года учащиеся определяли сильнейших по 11 видам спорта. Начиная с осеннего кросса и заканчивая мини-футболом в мае месяце. Спартакиада уже 27-я, ежегодно у нас проводятся спартакиады. Естественно, в этом году спартакиада приурочена 75-й годовщине освобождения Белоруссии и города Бобруйска от немецко-фашистских захватчиков. Подкаты и желтые карточки, горечь проигрыша и радость победы. За звание сильнейших в этом сезоне сражались 9 лучших команд. Борьба на поле была ожесточенной, но уважительной. По итогам турнира первое место и титул чемпионов завоевали учащийся механика технологического колледжа. На втором футболисты из автотранспортного колледжа. Бронза досталась лесотехническому колледжу. Максим Кембель, Дмитрий Шевцов, Бобруйск, 360.